В течение двух дней в Наринмаре с официальным визитом работали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Делегация посетила ряд социально значимых объектов столицы региона. Дорогу Наринмар-Усинск и провела рабочее совещание по реализации национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные качественные дороги», по итогам которого были приняты важные для жителей округа решения. В первый день пребывания в Ненецком округе делегация посетила школу номер 3 и детский сад «Ромашка». Оба объекта находятся в новом микрорайоне авиаторов. Здания образовательных организаций возведены в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Кроме того, в микрорайоне гости посетили смотровую площадку, уличное пространство появилось за счёт экономии торгов по благоустройству спортивно-игровых кластеров у детского сада «Радуга» и по улице Строительной, которые были реализованы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Всех контрактов с 2017 года ни одного не просрочено, то есть не ушли ни в суды, то есть все завершаются вовремя. Попали в Минстроевский, там где-то или как на образцы тоже по северу у нас были реализованы контракты». Также в ходе рабочей поездки делегация побывала в аварийном доме по улице Южной, который будет расселён в следующем году, и в новостройке по улице Октябрьской. Вопрос переселения находится на особом контроле, и здесь есть положительная динамика. В 2019 году было переселено порядка 60 семей, в прошлом – 105, а в этом году жилищные условия улучшат уже 130 семей. В ходе рабочего совещания, которое состоялось после ознакомления с Наринмаром, министр Эрек Файзулин отметил хорошие темпы реализации национального проекта «Жильё и городская среда». «Прекрасный дом, который был построен, достаточно короткий для этого северного региона, где навигационная проблема существует, проблема завоза строительных материалов. Поэтому дом, оценивая положительно, с высоким качеством построен, посмотрели те детские площадки, общественные территории, которые реализованы тоже в короткий период. И надо отметить, что сегодня мы по просьбе, в том числе и губернатора, меняем условия по этой программе ФГС, это комфортная городская среда, в части увеличения финансирования для таких небольших территорий, как Наринмар, которая является столицей субъектов». Таким образом, в 2022 году Ненецкий округ получит дополнительные 100 миллионов рублей на благоустройство общественных территорий. «Если говорить о городе Наринмаре и комфортной городской среде, то мы уже понимаем, что на следующий год будет увеличено, значительно увеличено финансирование по этой программе, и город получит 100 миллионов на реализацию этого проекта. Что это значит для жителей? Это значит, что появятся новые детские площадки, воркауты, что появятся скверы. Это значит, что город станет красивее. Ну и отдельный вопрос – это, конечно, переселение из ветхого аварийного жилья. Мы получили поддержку по ускорению темпов этого переселения. У нас темпы и так были хорошие. Но мы понимаем, что пока есть эти ветхие дома аварийные, пока есть люди, которые живут в этих невыносимых условиях, значит, мы недостаточно быстро переселяем». Еще один вопрос, который активно обсуждался в ходе визита – реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Было принято решение проработать вопрос и включить дороги на Красное и Тельвеску в опорную сеть. «Мы сегодня в ходе совещания приняли решение, пока у нас еще есть возможность, доработать эти нюансы опорной сети региона и включить эти дороги в опорную сеть. В один из этапов ее реализации, в зависимости от того, как мы проработаем, будет принято решение, в какой именно. Но уже на сегодня понятно, что мы будем готовиться к реализации этих объектов, к финансированию этой деятельности из федерального бюджета». Между тем, глава Росавтодора Роман Новиков отметил, что продолжится финансирование стратегически важной для региона автомобильной дороги Нарьян-Марусинск. «Мы в ближайшую трехлетку планируем дофинансировать это строительство с учетом тех заявок региона, которые на сегодняшний день и в рамках сегодняшней рабочей поездки прозвучали, о том, что то опережающее строительство, которое идет на объекте, позволит сдвинуть сроки влево, ближе к 22-му, к началу 23-го года, по вводу этого объекта в эксплуатацию». Во второй день визита делегация осмотрела строящийся участок автомобильной дороги Нарьян-Марусинск в районе моста через реку Шапкино. Роман Новиков отметил, что высокий уровень технологичности процесса позволяет возводить объект в кратчайшие сроки. Он отметил, что сейчас будут рассматривать вопросы финансирования, чтобы закончить строительство в 2022 году. Что касается головного участка трассы, то она требует реконструкции, так как построена давно. Этот вопрос также будет взят на контроль. «И примем на федеральное финансирование реконструкции до дороги, как только у нас будет положительное заключение и аудит обоснования инвестиций». В целом он отметил, что строительство дороги Сыктывка-Русинск-Нарьян-Мар имеет важнейшее значение в развитии русского севера. Проект позволит реализовать транзитный потенциал нашей страны, поэтому необходимо поэтапно разрабатывать программу, чтобы к определенному сроку появился дорожный комплекс, связывающий два северных региона. Главный вывод, который можно сделать по итогам работы главы Минстроя России и главы Росавтодора, властей Ненецкого округа слышат в федеральном центре, видят успехи в реализации национальных проектов и готовы и дальше поддерживать губернатора и его команду в вопросах финансирования важных для региона и его жителей проектов.